здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала сегодня я решил спонтанно снять для вас видео это очистка клапана для системы co2 клапан электромагнитный решил я его сначала вообще думал сломался но так как после того как его разобрал понял причину поломки решил для вас снять небольшое видео как раз в эту тему клапан состоит из вот такого вот элемента это как раз запирающий элемент вот седло как раз который запирает проход газа и вот такой вот втулочка и поршенечек подпружиненный вот как раз этот элемент у меня как после того как я разобрал он был у меня вот в таком положении и не двигался после того как я вот вытащил его совсем почистил смазал смазкой vd-40 и вот он теперь у меня вот как двигается как и должен сейчас будем собирать то есть у нас такая есть голова куда у нас соединяется вход и выход и сам выход газа который у нас теперь будет перекрываться седлом клапана ну приступим берем вот такую прижимную пластину вставляем на место все это такие вот винтики тут совсем маленькие идут в комплекте пришлось мне разобрать еще и электрическую часть так как клапан у меня вмонтирован в тумбочку аквариум поэтому и продёрнут наш электрический провод у нас через небольшое отверстие в задней стене тумбы поэтому пришлось разобрать электрическую часть чтобы вытащить электрический провод но по итогу я этого делать не стал сейчас соберем клапан вот таким образом собирается основная часть далее значит прикручивается электромагнит по-другому его не поставишь тут специальные у нас бабушки и пазы поэтому вот ставим в нужном положении и притягиваем вот такой прижимной пластиковой гаечкой затягиваем ну по большому счету все то есть вот сюда у нас уже прикручиваются получается шланги для поступления газа из баллона co2 загрязнился у меня клапан в результате использования бутылочный co2 на соде вот как раз вот это сода она и все равно попадает в клапан и оседает как выяснилось на стенках поршневой системы электромагнита все по большому счету то есть клапан мы собрали клапан собрали осталось присоединить электрическую часть вот таким образом и присоединить электропроводку все но эту часть я упущу так как снимать там неудобно все это действие будет в тумбочке у меня под аквариумом потом покажу как все это будет у нас перекрывать газ после ремонта ну вот все соединения выполнены начинаем открывать редуктор будем заодно смотреть держит ли наш клапан пока он выключен давление начало расти ориентировочно вот так около одной атмосферы можно оставить сейчас откроем точный кран точные настройки я его открыл к сожалению без второй руки никак камеру я взял в руку смотрим смотрим вот у нас распылитель со счетчиком пузырьков пузырьков нет сейчас мы включим вот он включился у нас давление тут же немножко упало будем смотреть ну вот и газ пошел видно хорошо вот где-то пузырек в секунду неплохо получилось таким образом у нас клапан теперь держит а то у меня газ расходовался не только во время включения света но и ночью всего 2 нежелательно подавать в аквариум так как рыба может быть нечем дышать все будет зависеть от того какое количество газа выпадали да и ни к чему он без наличия освещения растения cv2 не усваивают ну на этом урок по ремонту клапана электромагнитного углекислого газа закончен всего вам доброго до свидания а у